Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продажу выложили Шкоду Т45. Я не помню, чтобы ее продавали за голду, ну уж тем более за реальные деньги. Помню, что она была в ивенте, там я ее бесплатно себе и забрал, проходили вместе на стримах. И с учетом того, что Шкода досталась мне абсолютно халявно, заценивать стоит ли она 5000 золота, мне крайне сложно. Ну то, что она не стоит 11627, это однозначно. А вот насчет 5000 золота, здесь тоже вопрос очень большой. Дело в том, что машина не для беременных женщин и девушек. Почему, объясню чуть позже. Что касается того, что положили в комплекте. Камо действительно классный, просто обалденно смотрится на данной машине. Безусловно лучше, чем тот порожняковый, который сейчас навешан у меня. Ну по крайней мере мне так кажется, поменять все руки как-то не доходят. Ну а перед видео не сменил. Что касается X5, X5 только на Шкоду Т45 и не существенно поможет вам поднять копилки и элитный опыт себе добавить. По одной простой причине, потому что Шкода, ну я бы не сказал, что прям суперская машина для отыгрывания. Что касается аватарчика, спасибо большое разработчикам за то, что здесь уже не красуется грибок. Да, пускай не анимированная, но все-таки розочка. И мне, честно говоря, данный аватарчик гораздо больше нравится, чем грибок. Что касается открытого всего оборудования на Шкоду Тэшку, то здесь, ребят, все очень просто. Не сильно много вы серебра потратили бы, если бы покупали себе сами, но в то же время не будете морочиться с тем, чтобы все это дело открывать. Ну и какое-никакое серебро, которое мы сейчас все фармим в ожидании ВЗ-55, все-таки поможет как-никак сэкономить. Ну и, соответственно, слот в ангаре. Что машина собой представляет по техническим характеристикам? Сейчас пройдемся по техническим характеристикам орудия, заценим с вами броню и, соответственно, возьмем данную машину, выкатим из ангара. Что касается того, что вы имеете от данного ствола. Обалденное время перезарядки в 5 секунд. Действительно, просто супер, просто класс. ДПМ для своего седьмого уровня в 2500 просто красота. Средний урон в 210 с учетом вот такого времени КДМ просто прелесть и бронепробитие больше, чем достаточно. Время перезарядки у меня такое, исходя из того, что я поставил себе досылатель и существенно поднял себе ДПМ. Да, 176 единиц это, в принципе, дополнительный один выстрел на Шкоде. Поэтому, в целом, ребят, всем рекомендую ставить себе именно досылатель, а вообще ставьте себе то, с чем вам комфортнее играть. Нет понятия, правильно поставленная оборудка, неправильно поставленная оборудка. Есть понятие, тебе конкретно удобно или неудобно. Если ты согласен с этим понятием, ставь лайкосик данному видосу. Что касается плохого. Плохо то, что у данной Шкоды крайне долгое время сведения. Его я покажу вам непосредственно в бою. Но и разброс, ребят, я бы сказал, что нормальный. Просто к этому разбросу необходимо еще дойти за время сведения. И тогда, когда у тебя время сведения дольше, чем время перезарядки, это крайне дискомфортно в бою. Ну, просто поверьте мне на слово. Что касается брони. Вот она красавица. Если играешь бортом, то здесь, по крайней мере, фугасы тебе кидать не будут. Карман тоже, я бы не сказал, что прям магнит для фугасов. Но он пробивается абсолютно спокойно, как по бортам, так и по корме, само собой. Что касается, ребят, вот так вот стоя лицом к врагу, то здесь есть рикошеты от башни. Есть вот такая вот плюс-минус как-то, с учетом приведенки, забронированная ком башня. Но я бы не сказал, что имбова. Есть нижний бронелист, который довольно немаленький. В бою он выцеливается врагами крайне легко. Но и в целом, ребят, лучше его не подставлять. С учетом того, что Шкода абсолютно ровная по бортам, то можно, ребят, ромбовать. Но опять-таки, все зависит от того, будут ли заряжать голду, как вы повернете башню. Потому что если башню вы поставите вот так, то будет вам хана. Вот сюда вот в щеки пробивать будут, мама не горюй. Поэтому где-то приблизительно вот в такой вот проекции, практически прямой, необходимо отыгрывать. А лучше всего вот так. Вот если вы заезжаете за какое-то укрытие, которое перекрывает, допустим, в данном случае, вот эту сторону. Чтобы сюда как-то не пытались выцеливать, тогда еще плюс-минус. Но опять-таки, нижний бронелист должен быть закрыт. Короче говоря, по броне я бы не сказал, что имба, но и далеко не отстой. Вообще, по корпусу больше похоже на средний танк, чем на тяжелый. Если бы здесь брони было, как вот здесь, допустим, 212 с учетом приведенки. Вот я имею в виду, что 166 без приведенки и 212 с приведенкой. Вот здесь вот с приведенкой 214, но, ребят, прямая проекция 127. Поэтому, если бы здесь прямая проекция была такая же, как в башне, машина была бы просто красота. Пускай даже с таким бронелистом. Что касается сравнения с другими ребятами на уровне. Сейчас рекламку вскроем. Если вы обратите внимание на ДПМ, то это один из лучших ДПМов на седьмом уровне. Существенно отстают многие ребята на левеле. Безусловно, надо убрать отсюда уничтожителя. Он всего 2700, по одной простой причине, потому что это барабан. Убираем отсюда фараона. И убираем отсюда двух вот этих вот товарищей, которым тоже здесь не место. Оставляем только цикличные орудия. И обратите внимание, что ДПМ у нас, ребят, лучше только у двух машин. Это Блэк Принц и ФВ-201А45. Но и тот, и другой обладает существенной альфой в 160 при своих трех секундах с копеечкой времени перезарядки. С такой КДшкой ты просто пулемет, а не пушка. Поэтому, друзья мои, все-таки сравнивать с вот этими ребятами я бы не рекомендовал. Потому что они, я бы сказал, имба среди тяжелых танков. Ребята, обратите внимание на время перезарядки. Имба среди тяжелых танков на своем уровне. И они в сравнении тоже не должны идти к Шкоде. Если вы уберете вот эти две имбовые машины, касающиеся лидерства, исходя из времени КД, то, соответственно, вы обратите внимание, что по ДПМ у Шкода становится самой лучшей на уровне. Это не реклама Шкоды. Ребят, я не говорю о том, что вы должны сейчас ломануться и тратить своих 5000. Просто констатирую факт, что по ДПМу это самая крутая тачка. Но одним ДПМом сыт ты не будешь. У тебя есть неплохое пробитие, но все же есть ребята, которые пробивают существенно лучше. Ну а те ребята, которые ниже тебя, их крайне мало. Я бы не сказал, что они отстают прям на много. 170 против 175. Что касается, друзья, моим времени перезарядки, то здесь все очень классно, все комфортно. Есть некоторые ребята, которые плюс-минус наравне с вами. Но их всего несколько. Это ВК-4503, Тигр Порше и Тигр Первый. Все. На этом, в принципе, ребят, список тех ребят, которые могут с вами сравниться по скорострельности, заканчивается. Ну, если не считать вот тех двух товарищей, которых мы, в принципе, выбросили из таблицы, потому что они уж слишком имбовые по своему КД. Что касается подвижности, маневренности, скорости, заценим, безусловно, в катке. Но, в принципе, 37 километров это далеко не фонтан. Есть более веселые машины по передвижению, но есть и более грустные. Поэтому здесь все-таки мы приближены к тому, что мы лучше по подвижности, чем другие, чем мы хуже. Потому что тех, кто лучше, существенно меньше. Что хочется сказать в отношении того, как отыгрывается Шкода. Отыгрывается Шкода, как вы видите, по проценту побед не очень хорошо, хотя большое количество игроков играет на данной машине. С чем это связано, будем заценивать опять-таки непосредственно в самой катке, куда мы с вами сейчас, ребят, и отправимся. Увидимся только, что мы попадем с вами в обычный встречный бой, потому что в других режимах заценивать не совсем правильно машину. Не хотелось бы проигрывать конкретно по очкам. Камуфляжик не меняя, продолжая помнить о том, как праздновался Новый год, заезжаем на Шкоде. Заезжаем против восьмерок. Это не очень хорошо, Шкода их не очень сильно любит. И поверьте мне, вы тоже их не полюбите, когда с ними схлестнетесь. Особенно с тяжелыми танками. Что хочется еще отметить, если вдруг вы являетесь постоянным зрителем моего канала, до сих пор без подписки, им пора это дело менять. Подписываемся на каналчик по вот этому желтому шильдику. Я вам буду безумно благодарен, потому что именно ваши подписки, помимо ваших донатов, безусловно, поддерживают канал в его развитии. Им помогают выходить в топы по предложениям от Ютуба. Ну или по крайней мере, все больше и больше новых зрителей узнают о существовании моего канала. Что еще хочется сказать, если вдруг вы постоянный зритель моего канала и уже с подпиской, и в то же время вы не успеваете отследить за всеми видео, которые выходят на канале, а порой на канале выходит по 4-5 видосов в день, обязательно регистрируйтесь на моем дискорд сервере. Ссылочка на него есть в описании. Там есть отдельный раздел, в котором публикуется информация о выходе новых видео. Вы можете в ленте новостей канала посмотреть, какие видео выходили, что вы смотрели, что пропустили. Поэтому заходим в дискордик и общаемся параллельно с ребятами, которые разделяют ценности и интерес к этой игре. Что касается подвижности. Как вы видите, далеко не фонтан, хотя по цифрам вроде бы все классно, все нормально. Есть, безусловно, машины более подвижные. Но я бы не сказал, что Шкода едет прям вот совсем в ноль. Но сказать, что это прям подвижная машина, у меня тоже язык не повернется. Поэтому рассчитывайте на то, что вы будете кататься где-то, как катается КВшник, как катается ИС Проходной. Короче говоря, абсолютно неподвижная, нединамичная машина. Что касается того, о чем я говорил, почему данная машина для будущих роженец. Потому что пока вы сведетесь на этом орудии, ребят, вы реально можете либо родить, либо, по крайней мере, у вас начнут отходить воды. Поэтому беременным остро не рекомендую брать данную машину, дабы родовая деятельность проходила без участия вас в бою. Времени сведения просто капец как не хватает. И это очень сильно мешает играть. Тебе очень сложно выцелить какое-то место нормальное на... Вот видите, медленно это все происходит. Зато время перезарядки кайфовое. И я бы не сказал, что время перезарядки прям совсем нивелирует вопрос с временем сведения. Он все-таки остается открытым. Но в то же время у тебя есть хотя бы какая-то компенсация за это все. Назад сдает машина не очень быстро. Поэтому будьте готовы к тому, что вам необходимо не сильно далеко высовываться из-за какого-то укрытия, если вы планируете за него назад откатиться. Пооткатываемся и даже на вот таком расстоянии, ребят, времени сведения просто ужасно не хватает. По точности орудия в принципе нормальное, если ты прям совсем сведешься, если ты долго постоишь. Класс, его даже успели забрать, пока я сводился. По точности орудия на дальних расстояниях в целом отыгрывается нормально. Я не могу сказать, что оно прям совсем дискомфортное. Ну вот пока я сейчас сводился, да, вот и продолжаю сводиться, парень уже 40 раз уехал. Ну или девчонка, кто его знает, кто там за рулем сидит. Но я думаю, суть самого дискомфорта, которая вам будет обеспечена от конкретно времени сведения, я думаю, вы уже поняли. Попытаюсь доехать до Скорпиона, может еще какого-то урона брошу. И вот именно из-за плохого времени сведения и вялой все-таки подвижности данной машины, ваш ДПМ, он не является реализуемым. Реализуемый данный ДПМ только на коротких расстояниях против средних танков, легких танков, которые на кого-то отвлечены. И вы тогда можете пользоваться своим крайне хорошим КД и не дожидаться полного сведения. Особенно, когда впритык, допустим, там кого-то разбираешь. Да, окей, вопросов нет. Там действительно удобно, главное, чтобы соперник при этом был картонен. Что касается результатов по данному бою. Победа, но далеко, вот прям признаю это, не благодаря мне и не благодаря Шкоде, всего лишь 335 единиц урона. Да, безусловно, можно порой там вывести полторушку урона, либо 2000, но это бывает крайне редко. Что касается результатов по фарму. Сейчас надо будет отключить бустеры, всем забыл это сделать. Бустеры кредитов у нас дали целых 35 тысяч. А вот обычных кредитов всего лишь 30. Поэтому здесь, ребят, я бы не сказал, что 54 это честный заработок. Сейчас отключим с вами бустерочки. Я очень сильно надеюсь, что следующий бой будет тоже победным. Хотя на Шкоде получить победу, это то еще занятие. Именно поэтому у нее 50% побед. И это не блещет по сравнению с другими машинами. Если вы хотите, допустим, более фановую, более интересную и более веселую машину, лучше дождитесь ФВшки. Вот ФВ-201, она действительно гораздо интереснее. Она бодрее передвигается, она гораздо бодрее перезаряжается. И как вы видели, у нее ДПМ гораздо выше. И вот как раз на ФВшке ДПМ действительно реализует. Если вас устраивает игра на орудии, которая долго сводится, которая имеет хорошую точность только при полном своем сведении. При этом имеет хорошую скорострельность. И в целом, в таком случае, если у вас получится это все реализовать, довольно неплохой ДПМ. То тогда, наверное, Шкода все-таки для вас. Но, честно говоря, машина особым каким-то фаном, я бы сказал, не обладает. Да, безусловно, когда она только появилась, когда она была в новинку, какой-то период времени, игроки действительно любили брать данную машину в бой. Но, в основном, это было сразу после ивента. И в целом, это, наверное, даже отчасти было связано с тем, что игроки хотели покатать на той машине, которую они забрали халявно. Ну и, соответственно, на ней как-то попытаться поиграть, получить удовольствие. Ну, в конце же, в концов не зря они страдали. Ну, вот время сведения, блин, я мог бы выцелить сейчас акулу в Бортину, но время сведения мне это не дает. И что-то, ребята, я, кстати, чувствую, что там в комментариях после выхода моего этого видео все начнут писать по поводу того, что я уже задолбал временем сведения и тем, как я о нем отзываюсь. Но, ребят, не знаю, меня просто вот каждый раз, как я пытаюсь в кого-то свестись и выстрелить, первая мысль, которая появляется, блин, за что это все? Ну, за что? За что так страдать, блин? Углы склонения орудия. Классные, нормальные. Если где-то от неровности отыгрывать, то, как вы видите, вполне комфортно. Я боюсь я вылазить, блин, под акулу. Все-таки товарищ тоже жесткий, да еще и на левел выше. Класс, есть попадание. Я очень рад, что есть попадание, но абсолютно нет никакого пробития. Так, ну что, попытаемся реализовать себя. Втыкаем голду. Не знаю, получится что-то или не получится. Подъезжает товарищ ко мне поближе. Ладно. Очень хочется его забрать, но, к сожалению, не судьба. Короче говоря, ребят, если суммировать, как вы видите, верхний бронелист, даже с учетом привиденки, прошивается абсолютно спокойно, как бы ты ни играл. Понятное дело, что борта, корма тоже пробиваются. В отношении орудия заценили, подвижность тоже. И, честно говоря, я не думаю, что имеет смысл ожидать каких-то результатов. Мое дело показать машину такой, какая она есть на самом деле. Вы будете писать, ну, точнее, не вы все, а, наверное, многие будут писать в комментариях по поводу того, что я не умею играть, по поводу того, что я неправильно отыгрываю Шкоду Т-45. Но, ребят, у меня нет 70% побед и я не живу в танках. Я играю в танки ради удовольствия, ради фана, и я хочу, чтобы, когда я заеду в бой, я этот фан и удовольствие получал. Плюс к тому, я хочу получать результаты от машины, даже если вдруг я играю не очень хорошо. Я не вешаю на себя медаль, что я супер специалист в этой игре, мега нагибатор. Ребят, я обычный игрок, такой же, как и вы. Поверьте мне, вот когда я беру себе FV-201, A-45, я получаю массу удовлетворения от боя. Скорострельность, подвижность, какие-никакие рандомные рикошеты, короче говоря, фанюсь, развлекаюсь и весело провожу свое свободное время. Если говорить о Шкоде Т-45, то я такого от нее не получаю. Я не говорю, что она прям совсем плохая, но и супер хорошей назвать я ее тоже не могу. Покупать или не покупать за 5 косарей голды решать, безусловно, вам. Но только помните, что если вы посмотрите обзор на Шкоду Т-45 руками какого-нибудь 65% игрока, который действительно очень классно затащит на этой Шкоде, то помните о том, что, скорее всего, данный парень может, в принципе, и палкой-копалкой всех забить до смерти в бою, даже если не возьмет с собой снаряды. А еще, ребят, помните о том, что это может быть вырезанный бой из десятка боев, в которых автор сливался, но выложил самый красивый бой для того, чтобы показать вам красивое видео, ну и, соответственно, чтобы быть популярным. Вот такая вот она, Шкода Т-45, покупать или не покупать, безусловно, решать вам. Мое дело показать машину такой, какой она есть на самом деле, и что она принесет вам, если вы 50% игрок. Друзья мои, подписывайтесь на канал, если вы за честность, а с меня все новые и новые обзоры. Мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока!